Ура! Мы снова в прямом эфире. Как же это здорово! По пятницам в 13 часов. Сегодня еще такой день чудесный. Мало того, что это пятница, день еще и светлый, яркий и даже не станет солнечный. Все это для нашего солнечного настроения, которое мы будем создавать и сами себе, нашим гостям, при помощи гостей и всему городу Тверь. Итак, у нас программа «Тема дня». Тема дня у нас сегодня «Комфортная жизнь за городом». Сегодня мы говорим про загородную жизнь, загородную недвижимость с нашим гостем. Но сначала представлю, со мной находится моя соведущая Светлана Никифорова, персональный тренер-реабилитолог, эксперт общественной палаты города Твери, а также Светлана, кто еще? А также с нами находится Татьяна, радиоведущая Татьяна Ларина, а также руководитель туристической фирмы «Роса Туриста». Всем привет! Всем привет! Всем привет! Здравствуйте! Я очень счастлива представить нашего гостя сегодня. Это Игорь Бобрик, руководитель загородного комплекса «Медовая горка», руководитель базы отдыха «Кава» и в то же самое время руководитель стоматологической клиники в Тверской области, организатор общероссийского семейного фестиваля «Сказочная кава». Все эти темы мы сегодня непременно обсудим, и все о грани этого человека. Игорь, добрый день! Добрый день, Татьяна! Добрый день, Светлана! Добрый день и радио, и телеслушатели! И радиозрители! И радиозрители! Всем привет! Итак, начнем. Игорь, расскажите, вот как удается вам, такой многогранной личности, быть одновременно и волшебником? И руководителем, ну, такой крупной, скажем, в Тверской области стоматологической клиники? Как это? Все очень просто. Казалось бы, это разные направления, казалось бы, разные течения, но все взаимосвязано. То есть, естественно, все начиналось с стоматологической клиники. Я считаю, что у нас очень сильное детское направление. То есть, у нас очень сильное ортодонтическое направление, и все, что связано с семьей, воспитанием детей и здоровьем, мне очень близко уже почти 30 лет. Я многодетный отец, и мне также это все близко и понятно. И потихонечку, в 2003 году мы уехали за город и начали развивать, и сами жить начали в Медовой горке, и развивать и загородный комплекс, и базу КАВА, и отдых, и фестиваль «Сказочная КАВА». А как удается вам так сочетать два вида деятельности? С одной стороны, это загородный отдых, загородная недвижимость, с другой стороны, медицина. Хватает ли времени на все? Ну, врачи говорят, что перемена занятий есть отдых. То есть, у меня, я думаю, как у большинства людей, бизнесменов, никогда не было, что 6 часов отработал в шахте, и все закончилось. Нет, я веду сам врачебный прием, руковожу клиникой, и после этого занимаюсь тем, чем интересно, и загородным отдыхом, и базой отдыха КАВА, и строительством домов загородного комплекса «Медовая горка». Вот такое разнообразие в жизни. Да. Игорь, а скажите, как давно работает клиника, и я так понимаю, что из клиники родилось все остальное? Ну, клиника, то есть, именно в этом месте, потому что мы сначала были по соседству, а именно в этом месте мы, наверное, переехали в 99-м году. То есть, мы считаем, туда-сюда 20 лет, мы находимся на проспекте Победы, возле парка Победы, также с кабинета. Расширились до полнофункциональной клиники. Я считаю, что сейчас самая крупная клиника в Тверской области, и представлены все виды стоматологической помощи, терапии, хирургии. Я горжусь своими специалистами, ассистентами, зубными техниками, ортодонтами, хирургами. Я считаю, что у нас очень хороший коллектив и замечательные специалисты. А как можно записаться к вам на прием? Есть сайт? Да, конечно. И по закону потребителей, то есть, есть сайт, там есть все контакты, есть в соцсетях. Позвоните к администраторам, просто записаться. А телефон? 76-40-37. То есть, короткий телефон 76-40-37. Много ли времени у вас уходит на работу? Остается ли что-то на отдых? И как любите отдыхать сами? Знаете, я бы, продолжая предыдущий вопрос, сказал, что работа и занимает все место. Но я не рассматриваю, как это, как работа, как в тягость. То есть, это удовольствие. Это очень интересно, это классно и замечательно. И, находясь в настоящем моменте, мне очень нравится принимать пациентов, мне нравится делать свою работу. Когда заканчивается врачебный прием, мне нравится руководить и заниматься отдыхом, а рядом строить совершенно замечательные дома. Комфортабельное жилье? Да, конечно. А кто может приехать и жить в вашей медовой горке? В принципе, любой. Кому близко загородное жилье. Любой может приехать или купить, или отдыхать. Или сейчас мы продвигаем систему тест-лайв. Есть тест-драйв, а есть тест-лайв. У нас готовы дома. У нас готовы дома из бревна, из бруса, из камней, и чистого бетона, и из каркасных домов. Потому что я считаю, что каркасные дома, которые могут себе совмещать и несущие конструкции, и утепление, и вентиляцию, все виды, всевозможные отделки, и красивые. То есть, это все-таки лучшее изобретение человечества. То есть, получается, человек, если захотел переехать на природу, он может сначала попробовать. Да. И если ему понравится, ему понравится наше направление, наши дома. Ему тепло, хорошо, комфортно. Он покушал в ресторане, погулял по дорожкам, отдохнул на пляже, покупался в каве, побегал по лесу. Он может остаться навсегда. Уже заманчиво. Уже заманчиво. Уже хочется прямо встать сейчас и поехать на каву. Приезжайте. Вы тоже видите особые преимущества в жизни загородным? Да, без сомнения. Я, можно сказать, деревенский или загородный житель с 2003 года. При нынешнем развитии дорог, ласточек, сапсанов, самолетов, жить и работать можно где угодно. И деньги можно зарабатывать и в Москве, и в Твери. Но жить с семьей, общаться с близкими, общаться со старшим, пожилым поколением или находить общие точки соприкосновения лучше на природе. То есть не в бетонной джунглях, не где-то в коробках муравейниках, а именно на природе. Игорь, ну получается, что в 2003 году вы переехали с семьей загород. Да. Это как бы была идея уже создания Медовой горки? Или это было спонтанное решение? Уезжаем из города в загород? В этом году, в 2003 году у нас родился третий ребенок. Мы поняли, как-то пытались анализировать, но как-то поняли, что все, наелись. Именно вот этим муравейником, парковками, лифтом. То есть вот просто наелись и стали рассматривать, объехали все направления, вот этот бублик Калининского района. И когда приехали на место Медовой горки, которое сейчас называется, то есть жена сказала, вот здесь, здесь. И так мы очутились в этом месте. Потом, да, действительно построили базу КАВА. Потом стали уже развивать строительство домов. Получается, что это как бы закрытая территория Медовой горки? Или вы все-таки может купить там дом любой человек? Скажем, в плане безопасности, в плане, да, периметр закрыт, есть охрана, есть видеонаблюдение. Но есть земельные участки, где можно построить дом своей мечты, свою крепость, полностью свои дизайнерские, любые иные побуждения осуществить. Или готовые дома. Потому что мы выбрали несколько проектов от 130 до 250 квадратов с очень хорошей планировкой. Получается, по вашим наблюдениям, в каком возрасте чаще всего люди предпочитают переезжать за город? Тоже мы думали об этом, я и по себе. Все-таки, наверное, больше после 30 лет, когда выплачена, или по большей части выплачена первая ипотека, дети чуть-чуть подросли, стали ходить или в садик, или в школу. Когда в голове у человека сформируется, а что мы едим, чем мы дышим, и тогда человек настоится в пробках от южного, от мамулина, от юности, и понимает, что вот почему бы нет. Почему бы нет? И какова это жизнь за городом? Сегодня мы обсуждаем это с Игорем Бобриком, вернемся к вам через минутку рекламы. У нас программа «Тема дня по пятницам» и тема дня сегодняшнего «Наша комфортная жизнь за городом». Общаемся мы сегодня с гостем программы Игорем Бобриком. Это основатель загородного комплекса «Медовая горка», а также база отдыха «Кова». Также мы поговорим про семейный фестиваль «Сказочная кова» сегодня. И предметы, разложенные на нашем столе, вот эти чудесные, яркие, они как раз нам тоже вот об этом уже напоминают так красноречиво. А в студии я, Татьяна Ларина, моя сведущая Светлана Никифорова. И вопросы, вопросы есть. Есть «Медовая горка», а есть «Город Тверь». Как они расположены относительно друг друга? Удобно ли добираться, например, в город Тверь из «Медовой горки»? Татьяна, это основной вопрос, когда человек думает о загородном жилье, о трансфере, о доставке, о дороге. «Медовая горка», я считаю, что расположена в уникальном, реально уникальном месте. Потому что все шоссе, начиная от Питерского, потом Волоколамского, Тургиновского, сейчас пробки. И чтобы доехать до центра, необходимо, то есть до города-то мы доедем, а до центра еще часик-полтора придется поехать. Вот, наша же дорога Глазково-Змеева выходит сразу в центр Твери, и от «Медовой горки» до центра мы едем 18-20 минут. Если речной вокзал не стоит, то на работе я оказываюсь за 20 минут. Это удобно, здорово, и мы сразу приезжаем в центр Твери. То есть это немаловажный трансфер для одной из главенствующих, так как, по идее, жить на природе и добираться до центра за 20 минут. Это здорово. Мало того, что я забыл сказать, что буквально в прошлом году нам сделали совершенно замечательную дорогу, и она в идеальном состоянии, то есть три слоя асфальта отремонтирована, и просто замечательно. То есть, в принципе, ваши гости или будущие жители, потенциальные жители «Медовой горки», они могут не бояться, что разобьют машину, подвеску, приедут по комфортной дороге и приедут домой вовремя, и на работу также попадут вовремя. Именно так. Если говорить о дороге, то без сомнения, то есть мастерство водителя, конечно, имеет значение, но дорога тут ни при чем. — Комфортная дорога, комфортная жизнь. Скажите, пожалуйста, Игоря, что вообще комфортная жизнь для вас? Как вы ее видите, удается ли именно реализовать это в своей жизни? — В плане комфортной жизни я себе вижу тот дом, именно дом, у каждого свое понятие «комфортно». Для меня это комфортная планировка, комфортные площади, комфортная высота потолков, комфортный земельный участок, комфортная придомовая территория, там панорамное остекление, камин, баня, вот тот набор помещений, которые человек сам себе для себя, как конструктор лего, собирает и строит. У скандинавов есть понятие «хюгия», то есть я могу ошибаться в транскрипции, но дом человека, он должен быть соразмерен человеку. То есть он не должен быть камерой два на два, но он и не должен быть танцполом. Это у каждого свое понятие. И вот по Медовой горке, я уже говорил, что мы начали строить, я считаю, совершенно замечательные проекты, 130 квадратных метров, где очень комфортно, классно расположены лестницы, комнаты, санузлы, кухни-гостиные, спальни. Вот именно подобрали ту планировку, которая, мне кажется, для молодой семьи, то есть именно эти дома они покупают, и больше всего просмотров. Вот каждому свое, а вам что ближе, маленькие домики или что-то наподобие большого замка? Как я уже сказал, все-таки комфортно, ее нельзя сказать. У меня большая семья, и если даже каждому отрезать комнату, плюс бабушки и дедушки, нам нужен большой дом. А практикуется на Медовой горке строить дома все-таки стационарные или же как типа таунхаусов? Нет, это я однозначно за индивидуальные дома, чтобы это был мой дом, моя крепость, мой земельный участок, любого размера, там от 13 соток до полугектара, до гектара, чтобы есть три тенденции в загородном домостроении. Первый – это человек сбегает из каменных джунглей. Ему нужна тишина, лес, покой, речка, отдых. Вторая тенденция – это мы называем рубаха пари. Он построит большие бани, сауны, джакузи, концертные залы, площадки. Вот это все у нас построено в нашей инфраструктуре, это уже готово. То есть и человеку нужно жилье, а всех гостей это ничего не стоит, можно в нашей инфраструктуре пользоваться. И сцены, и пляжи, и прогулочные площадки, и банкетные конференц-залы. У нас такая традиция сложилась в России, что о комфорте, о жилье по большей части женщины думают. Вот как вы считаете, должен ли мужчина активно участвовать в этих процессах? Знаете, я все-таки такой традиционный, и на правильности я считаю, что женщина должна заниматься женскими делами, мужчина – мужскими делами. То есть мужчина должен зарабатывать деньги, и во всяком случае женщина носить тяжелые сумки даже из машины домой или чинить кран точно не должна. Это вот мое убеждение. Пусть прислушаются наши. То есть получается, что раздельно в вашей семье. Ну, есть домострой. Мужчина, женщина отвечают за свои порядки. Я, конечно, приветствую мусульманские традиции, чтобы иногда часть женскую отгородить, но не настолько. А кто главный в доме? Да. Ну, мы вместе решаем. То есть обоюдно принимается решение. Конечно. То есть находится всегда какой-то компромисс. Мы 30 лет практически уже вместе, и приходится, когда год за три идет, то приходится искать точки соприкосновения. А быт, он не утомляет, как вы считаете, или он наоборот способен сблизить семью, совместный быт? Совместный быт с кем? Ну, если муж с женой, то это, я считаю, ячейка общества. Один организм. Один организм. Общественный. Да. То есть это один, который вот мы думаем одними словами, говорим одними словами, мыслим одними терминами. И должны уметь договариваться. Конечно. То есть мы стараемся, но все-таки вроде как научились договариваться. Если совместный с родственниками, то на Востоке есть такое выражение, приведи домой всех родственников, друзей, бабушек, дедушек, знакомых, и поживи недельку. И тогда ты узнаешь, просветлен ли ты и насколько. Вот такое оно восточное просветление. Ну, западное и российское, оно все-таки отличается. Вот люди, они разные по менталитету, по-разному живут, правда? Татьяна, я согласен, но я не готов жить неделю со всеми родственниками в одной квартире и комнате, даже в самом большом доме. Игорь, ну получается, что вы переверженец семейных традиций и своей семьи. И получается, что вы и свой бизнес многогранный строите тоже на основе семейных ценностей. И как бы пропагандируете эти семейные ценности. Ну, например, Ледовая горка, Кава, на которой проходят такие прекрасные фестивали. То есть они объединяют, да? Конечно, я считаю, что семья это важно, нужно во всех отношениях. И, то есть, без семьи никак. Потому что и у детей, и в плане развития, как женщина поддерживает мужчину во всех начинаниях, или наоборот, не поддерживает, у него все рушится. То есть, это важно и нужно. И важно ли вот в жизни найти именно вот свою половинку? Ну, некоторые по три-пять раз ищут, и до сих вот ищут, ищут. А у некоторых это в стиле жизни. Да, у некоторых в стиле жизни я вот сложно мне сказать. Вот у всех, я смотрю по-разному, некоторые семьи это вот раз и навсегда, а есть семьи, в которых действительно ищут по нескольку раз и тоже счастливы. В чем вот может быть вот какой-то вот тайна, ключик, вот может быть, в вашей семье расскажете. У вас много деток, вы так долго уже живете вместе, 30 лет. Секрет нам нужен. Да, вот расскажите. Секрета нет. Секрета нет. Это терпение и понимание, возможность встать на точку зрения другого. Все больше, я считаю, что секретов нет. Ну, в первую очередь, наверное, уважение друг к другу. А может быть, просто повезло. Может быть, повезло. И с таким везением родился вот фестиваль «Сказочная кава». Расскажите, как часто он проходит, для кого он проходит, есть ли партнеры и спонсоры фестиваля, помощники. Как можно приедать, где узнать. Вот хочется все узнать, тем более у нас вот сегодня такая красивая, скажем, рекламная кампания представлена по каве и по фестивалю. Расскажите подробно. Фестиваль «Сказочная кава» начинался 5-6 лет назад, как маленькое семейное мероприятие. Вы знаете, что у нас в Твери есть замечательные сказочники, Нина и Вячеслав Метлины, которые пишут добрые, замечательные сказки, которые учат хорошему. Это и Мяу Мурия, и Моришкин Теремок, и Дельфиненок Динь. Нина Олеговна написала нам сказку про красавицу Каву, «Гром камень». И где-то 5-6 лет назад первый фестиваль состоялся. В 19-м году был уже 8-й фестиваль. И если на первых мы собирали где-то 100-200 человек, в этом году приехало 6 тысяч человек. Это был уже, я бы сказал, международный фестиваль. Конечно, над его проведением работала команда, руководила всем этим Екатерина Зернова. Честь ей хвала, большая благодарность, молодец. Собирала гостей, общалась с Министерством туризма, с нашими московскими коллегами. Были гости из 12 регионов. Это Нижний Новгород, Казань, Белгород, Павловск, Йошкар-Ала, то есть из дальних, то есть на территории Медовой горки, в совершенно разных форматах. Будьте здоровы. Спасибо. В совершенно разных форматах. Читка, костюмированные представления. Приезжала народная артистка наша Оксана Сташенко, которая читала сказки. И в два дня взрослые, дети, старшее поколение, бабушки, дедушки, получали удовольствие и общались. То есть получается такое количество народа, которое приехало на фестиваль, их же нужно где-то разместить. И это количество вы смогли разместить на базе? Или как? Они были... Фестиваль был два дня. Да, я именно и хотел сказать, что Медовая горка справилась, что мы их разместили, машину припарковали, обеспечили безопасность, медицину, накормили, напоили, мощность позволила спать, уложили. Но фестиваль проходил два дня. Было здорово, классно и круто. То есть это можно посоветовать нашим радиослушателям и телезрителям, что нужно обратить внимание все-таки на Медовую горку, на территориальность. Да. И то, что возможность поменять место жительства и улучшить свои, ну, и жилищные условия, и психосоматические условия, восстановительного характера условия, и плюс участвовать в таких прекрасных фестивалях. Да, да, конечно. Вот это событие, я считаю, что очень важное для вообще семейных ценностей. Потому что люди чуть-чуть отключились от гаджетов, чуть-чуть побыли на природе. И чем больше мы общаемся с друг с другом, тем меньше вопросов и проблем. Будем общаться, будем чаще встречаться, дышать свежим воздухом. И я смотрю, у нас подарки сегодня. Что у нас на столе? Да, это подарки, которые мы выпускали к фестивалю сказок. Эко-сумка от стомофологической клиники. Это ёвочная игрушка, счастливая монетка с Нового года, с символом Нового года, с мышкой. И это сказка, которую написала Нина Олеговна с Вячеславом про героиню Каву, про нашу территорию, и иллюстрация, где у нас Всеволод Иванов. Посмотрим, обязательно почитаем сегодня. А что это вкусненькое такое у нас на столе? Это наш, у нас хороший ресторан, замечательный повар Евгений, который уже много лет работает. И он варит варенье из сезонных фруктов, из сезонных продуктов, делает тыквенные, ну, всевозможные сладости и вкусности. То есть можно приехать погулять? Конечно. Насладиться воздухом, природой, покупаться в кове. Да. И ещё и покушать такие вкусняшки. Да. А они у вас продаются, их можно просто купить? Или же они... Их можно и купить, можно и попробовать, можно заказать. Повар очень хороший. Отлично. Мы сейчас хотели бы также поговорить о ещё одной стороне вашей жизни, это экстремальное увлечение. Насколько я знаю, вы занимаетесь и парашютом, и дайвингом, и даже стрельбой занимались. Вот расскажите, откуда тяга к этому всему? Как у любого мальчика, ну, к 50 годам уже... Уже взрослый мальчик. Да, да, да. Сначала были стрелялки, гонялки, снегоходы, какие-то активности. Потом мы с женой окунулись в дайвинг. Я считаю, что мы обныряли все тёплые, холодные моря, видели от акул до практически всех животных. А потом понесло в небо. Я пилот самолёта, жена пилот параплана, то есть летает на параплане, я прыгаю с парашютом. Всегда можно исполнить свои мечты, есть возможность. Да, конечно. Я могу сказать, что когда количество переходит в качество, уже никаких экстремальных ощущений, то есть релакс и получение удовольствия. Сейчас бег, сейчас бег, жена пробежала полумарафон, я целый марафон. И то есть я считаю, что каждый, кто хочет, может найти себе занятие или вид спорта, где ему интересно, комфортно, он получает удовольствие. А где экстремальные? Когда вы бежите или когда опускаетесь? Я думаю, когда дорогу переходим. То есть вот как раз там, ни под водой, ни в небе. То есть такой опасности нет? Нет. А как первый был раз прыжок? Это было в детстве. Было не страшно? Ну страшно, всегда страшно было. Последствия были самые позитивные? Конечно, конечно. Это было ещё в школе, это было совсем давно, там несколько прыжков, а потом уже в более-менее серьёзном, это уже в сознательном возрасте. А вот у меня всегда вопрос возникает, вот когда человек делает шаг из самолёта, вот что он ощущает? Он видит землю, он закрывает глаза, вот как происходит? Какой раз? Если первый, может быть, и закрывает глаза, а восьмисотый, ну, уже... Открывает пошире. Да, открывает пошире, получает удовольствие. То есть человек освоил, можно сказать, все стихии у нас? Ну, огонь ещё остался. И земля. Космос. Космический туризм, кстати, он набирает обороты. Но Илон Маск позволяет за какие-то смешные деньги слетать. То есть, в принципе, как бы возможности человеческие не безграничны, безграничны, скажем так, и возможность познать себя в любой сфере. А какие дальнейшие планы? Ближайшие планы на Новый год? Что вы планируете? Новый год — это семейный праздник, встреча в кругу семьи. У нас большая семья, старшие детки уже со своими семьями приедут. И то есть за столом соберётся 15-17 человек. То есть никаких особых традиций. Мы простые люди. То есть никаких традиций, никаких блюд особых нет. Я считаю, что это просто семейный праздник, когда собирается вся семья вместе, есть возможность пообщаться, поговорить. То есть это просто семейное общение? Да, именно. Встреча? Да. А всё-таки из новогодних блюд какие самые любимые? Салат оливье или что-то ещё? Ну, стандартно. Селёдка под шубу? Да, есть и салаты. Все это любят. Да, и салат оливье, и селёдка под шубу. Повторюсь, каких-то предпочтений нет. Мы едим всё. Мясо, рыбу, салат оливье, селёдку под шубу, и картошку, макароны, всё. Наверняка катание с горки, игра в снежки, фейерверк. Да, если позволят, снег будет, то, конечно. А что на новогодние праздники планируется на Каве? Для гостей. У нас полный заезд. Гости, опять же, по погоде. Будем надеяться, что... Ну, в принципе, в любую погоду у вас можно найти развлечения. У нас очень хорошая территория, обустроенная. Детский городок, улица Мира. Настоящий самолёт, настоящий корабль. Горка готова, тюбинги надуты. Льда пока ещё на Каве нет. Бурная река Кава несёт свои воды. Ну, погулять по берёзовой роще, по вашей... Да, берёзы украшены цветными коробками, конфетками большими, но всё-таки вот берёзки зимой облетевшие листва. Ещё очень нравится мне детская территория, где можно пострелять деткам из пушек, посетить домик Барби. Это улица Мира, из пушек пострелять. Это всё-таки декор. Ну, скажем так. Хотелось бы, но... Когда-нибудь, да? Да, да. Далеко ты ещё намерен. Хорошо. А по плану стоматологической клиники? Она планируется у вас на территории Медовой горки? Да, планируется строительство клиники не только стоматологической, но и поликлиники с приёмом терапевта, хирурга, то есть в таком в полном масштабе, в полном объёме. И сейчас проектировщикам отданы техзадания для того, чтобы выбирать проекты и планировать не только стоматологию, но и общую медицину. То есть, в принципе, жители Калининского района, они смогут посещать вашу поликлинику? Да. Я надеюсь, что это такой вот первый в Калининском районе будет пример частной клиники общей медицины. Вообще, я слышала, что нелегко сейчас заниматься медицинским бизнесом, что очень большая конкуренция. Вот вы согласны с этим? Я бы сказал, любым бизнесом хорошо заниматься сложно. Медицинские не исключение, да. Множество клиник, заведений, у людей огромный выбор. Но всё-таки лечатся у специалистов в основном. В больницу ходят за больничным листом, а лечатся всё-таки у специалистов. Поэтому мне кажется, что это не проблема. И как здорово, что сейчас у нас есть достаточно большой выбор врачей и специалистов. И каждый может найти того, кто действительно решит проблему и найдёт причину любого заболевания, касаемо зубных проблем или ещё каких-либо. Напомните ещё раз, где ваша клиника находится? Наша стоматологическая клиника находится на проспекте Победы, дом 11. Как позвонить? 76, 40, 37. И спектр услуг всё-таки детский или же для взрослых? Весь. То есть я акцентировал, что считаю очень сильным детский. У нас очень сильные детские хирурги. До недавнего времени единственные в области. Делали и операции, и просто ни поликлиника, медакадемия, ни КПШ-вар. Просто не было хирургов. Сейчас есть, но тем не менее, я считаю, что детская просто и ортодонтия, наша замечательная династия Зерновых и Александр Викторович, очень сильные специалисты, именно детские. Но у нас и взрослые, и протезирование, и лечение. А клиенты чаще, это тверские или это с области, может быть, из каких-то других городов приезжают в вашу клинику? Сейчас это также связано с Медовой горкой, с развитием дорог, сапсанов, ласточек. В основном приезжие. То есть 90-80% пациентов наших это приезжие из других городов, из области Зеленоград, Москва, Солнечногорск, и в сторону севера Новгород, Питер. Ну раз вот мы затронули тему стоматологии, медицины, как врач, дайте, пожалуйста, какие-то основные рекомендации, как сохранить свои зубы с молодым. Как минимум чистить зубы. Сколько раз в день? Дважды в день после еды, чтобы в день с чистыми зубами идти и спать ложиться тоже с чистыми зубами. То есть вы рекомендуете все-таки настоятельно два раза? И вечером тоже? Да, конечно. Именно пользоваться дополнительными средствами гигиены, там ниточки, ёршики, ирригаторы. То есть просто прополоскать вечером зубы? Шампанским, абраудюсом. Приятного. Не на детском приеме, конечно, но просто прополоскать недостаточно, потому что и остатки, и пища остается между зубами тоже. А в плане вот питания, есть ли какая-то вредная еда для зубов или наоборот полезная? Если опять же брать йод, то есть сатвическая пища, есть вредная пища, есть ядовитая пища. Даже так? Даже так. То есть рыба, мясо, яйца, это в яды йоги считают. Есть пища, которая не несет ничего хорошего, есть хорошая. Есть сатвическая пища, которая полезна для строения тела, для строения клеток, и все наше тельце очень радуется. Что-то в этом есть. Вообще говорят же, что 400 грамм овощей и фруктов каждый день – это обязательная норма, да? Конечно. А лучше есть овощи, фрукты сырыми и для зубов? Или паренными, жаренными? Как лучше? Я могу сказать, что… Вот морковь, например. И ту, и ту. И для очищения, то есть и пареную, и жареную, то есть все виды обработки, но в том числе и сырые овощи, и фрукты нужны, чтобы не дезактивировались витамины, полезные вещества, которые есть во фруктах. А как относитесь к сладкому, к сладким напиткам? Сильно ли это так вредно? Ну, это очень… Я хорошо отношусь, потому что это очень сильно увеличит мое благосостояние. То есть оно мне очень… Мне, как стоматологу, которая… Кока-кола, у нас есть сенсей, замечательный пилот, который пьет очень много… В пропланиризме его, это гуру, то есть который пьет кока-колу и съел свои зубы очень… Очень быстро. Легко и просто, и быстро. И то есть я против сладкого… Нет, все в разумных пределах. И, конечно, их можно и нужно, но желательно следить за гигиеной, и чтобы микробы там… То есть мы делаем как? Мы поедим вареница, которую вы сегодня приносили, а потом зубы почистим. Клиника доктора Бобрика ждет. То есть в принципе получается, что вы против сладких напитков, газированных? Да, я вот в беге, в марафоне я только за, потому что это энергия, которая вот в быстрые углеводы… А сладкий чай? Я не считаю, что нет ничего вредного, нет ничего вот запретного, но все это должно быть в разумных пределах. То есть главное ухаживать? Конечно, конечно. Правильно вести обследование у врачей-специалистов, кому-то генетически предрасположено зубы развалятся, кому-то, что бы вы ни делали, сколько бы Кока-Колу ни пили, у вас будет совершенно замечательный зубы, прикус, и ничего с этим не сделано. Это как-то от генетики тоже зависит? Конечно, без сомнения. А скажите, режим работы в вашей клинике? Как рано открывается клиника? С восьми до восьми, практически каждый день. И сейчас суббота-воскресенье, то есть это одни из самых таких рабочих дней, потому что люди работают на неделе, им удобно за собой, за здоровьем следить. То есть вы ставите приоритеты клиентов на первое место? Да, я бы все-таки называл пациентами, то есть не клиентами, не гостями, а именно пациентами, потому что, да, конечно, мы стараемся, чтобы им было удобно. У нас сегодня в гостях Игорь Бобрик. Сегодня мы говорим и про стоматологию, и про загородную жизнь в Медовой горке на базе отдыха КОВА. Вернемся к беседу после прекрасной музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Это тема дня по пятницам. Мы с удовольствием сегодня приветствуем вас в этот чудесный денек с нашими чудесными гостями и ведущими, конечно, студией. Меня зовут Татьяна Ларина, со мной Светлана Никифорова, и мы общаемся сегодня с Игорем Бобриком. Это основатель загородного комплекса Медовая горка, руководитель базы отдыха КОВА, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, и, между прочим, руководитель самой крупной частной стоматологической клиники Тверской области. Клиника доктора Бобрика. Организатор фестиваля «Сказочная КОВА». И, как мы еще и выяснили, многодетный отец. Четыре сыночка и лапочка-дочка. Все именно так. Игорь, так много детей. Вот как справляетесь? Успеваете ли каждому уделить достаточно внимания? Конечно же, нет. Конечно же, мы не справляемся, мы не можем уделить всем вниманием, но, слава богу, детишки растут, старшеньки уже подросли, они один в Москве, один в Питере, у них свои, ну, не жизнь семьи, но сейчас у нас всего трое маленьких, от 17 до 10. Ну, стараемся, стараемся уделять, говорить свое родительские наставления и свое видение жизни. Вот как-то это повлияет на их дальнейшее движение по жизни? Они вот сами будут свой путь определять? Иногда, может быть, даже поперек вашему мнению? Или вы будете их направлять, им советовать? Знаете, есть такая восточная или притча, или про двух мудрецов. Я боюсь ошибиться, притча про волшебную лопату, скажем так, у одного мудреца дети определялись сами своим выбором и, мягко, скажем так, разочаровались в жизни. А второе, когда детки также сказали о самоопределении, он сказал, если вы сейчас эту чушь из головы не выкинете, я вам дам лопатой, и вот идите, учитесь, работайте, а дальше сами все решите. То есть я считаю, что моя задача, как родители, им показать возможности, показать риски, плюсы, минусы, а дальше они уже сами будут выбирать. Вот из всех пятерых я вижу только одного врача, потому что это, я считаю, сложная, специфическая профессия, очень трудоемкая, трудозатратная, и она требует призвания. То есть один занимается робототехникой у меня, трое еще учатся, но то есть наша задача, как родители, показать плюсы, минусы и риски. Своё мнение мы, конечно, скажем, но все-таки предыдущих двух, то есть они выбирали сами. То есть у вас демократическое воспитание детей, то есть вы даете возможность ребенку самому, то есть вы ему показали как, рассказали, а там уже направили путь, и он уже... То есть наручников мы не одеваем в институт, техникум не приводят. Что в вашем понимании успех в жизни? Ну, успех, наверное, видеть, что окружающие тебя люди растут, развиваются, осваивают новые проекты, новые вершины покоряют. Это не только близкие, родные, это также сотрудники на работе, мои поставщики, те, кто строит дома. То есть я им даю возможность расти, развиваться и заниматься новыми интересными делами. То есть в перспективе развиваешься сам, своей семье, и развитие даете своему ближнему и дальнему окружению, скажем так? Ну, конечно, по возможности всем своим друзьям, коллегам. Я считаю, что именно в этом и успех. То есть чтобы окружающие тебя люди могли развиваться, расширяться, были счастливы и радовались, чему они занимались. Смучается, что вы открыты новым, скажем, коллегам, партнерам, спонсорам вашим, фестивалям, например, или развития кавы, или строительства медовой горки? Конечно, это возможности. Это возможности, это новое видение. И, например, на Медовой горке есть такая возможность, программа, которую мы будем в Сбербанке представлять. У нас есть незадействованные территории, на которые на ближайшие 3-5 лет мы не планируем строить, и пока спроса нет на недвижимость, мы готовы безвозмездно обсудить с партнерами сотрудничество, чтобы отдать их под площадки, под демо-варианты. Готовы принимать людей, партнеров на своей территории, предоставлять безвозмездно базу кава, конференц-залы, чтобы просто дать помощь людям, если они нужны, почему бы и нет. То есть любое развитие приветствуется, даже у близкого и дальнего окружения. Конечно. Конечно. И партнеры, и коллеги, и пациенты, даже с точки зрения стоматологии, вот этот успех, когда люди изменяют свою жизнь, мы изменяем в лучшую сторону их здоровье, улыбки, даем возможность выйти замуж, навладить свой быт. Но это здорово и классно. Столько всего делаете, столько успеваете. Какие у вас источники вдохновения? Где черпаете силы? Знаете, я не могу ответить однозначно. Скорее всего, вот это вот интерес каждое мгновение, когда занимаешься новым делом, то есть здесь нет такого напряга, чтобы это забирало силы. Но в плане отдыха, наверное, это все-таки природа, река, лес, спорт. И когда, наверное, это путешествие. Потому что не только за рубежом, но и по России, Нижний, Казань, Питер, юг России, это здорово, классно. Но точно не тюлень и отдых. По-моему, когда человек занимается тем, что любит, он не только тратит энергию, но столько он получает ее. Ну, возможно, я вампир. У нас сейчас рекламная пауза, вернемся к беседе. Это пятница, прямой эфир и программа «Тема дня». Сегодня мы общаемся с Игорем Бобриком. Это, как мы знаем, конечно же, загородный комплекс «Медовая горка». Это Игорь Бобрик. Сказочная кова – это тоже Игорь Бобрик. А также руководитель стоматологической клиники. Обсуждаем мы сегодня как комфортную жизнь за городом, так и аспекты стоматологии в нашем городе, стоматологической деятельности. И вопрос у нас у Светланы какой-то был. Да, Игорь, так как вы сказочник сам, создаете сказку вокруг и окружаете себя сказочниками. Наши читами длинных прекрасные сказочники в нашем городе, и вы с ними уже давно сотрудничаете. Интересный, замечательный проект – фестиваль «Сказочная кова». А какой еще проект? Что планируете в дальнейшем? Планируете развивать фестиваль? Как часто планируете их проводить? Или, может быть, вообще что-то будет феерическое, новое? Я уже сказал в беседе, что фестиваль идет по нарастающей, из маленького события, которое было сначала летом, потом осенью, потом зимой, потом опять летом, и так восемь раз. То есть выросло в такое массовое, масштабное мероприятие. Я благодарен Нине Вячеславу Митлиным за их поддержку, за дружбу многолетнюю, за их участие, за то, что вот все сердце, душу они отдают. И могу сказать, что они написали новую сказку, продолжение «Мяу-Мурии». То есть совершенно замечательная сказка. Рекомендую всем детям и взрослым. А по продолжению, в крайнюю неделю июля, 26-го, если я не ошибаюсь, июля, планируется 9-й фестиваль «Сказочная кова». Мы сейчас уже начали работы по поводу спонсоров, участников, сказочников. И надеюсь, он будет идти по нарастающей. Здорово. Дорогие наши слушатели и телезрители, обратите внимание, что дети верят в сказки. И я думаю, что это неспроста и правильно делают. Я думаю, нужно взрослым не забывать про такую традицию. И помнить, что сказка всегда есть место в нашей жизни. И не переставать верить в чудеса. Я хочу поблагодарить Игоря за то, что сегодня я получила монетку на счастье. Она мне очень пригодится в самое ближайшее время. Вот она у меня есть, я возьму ее с собой, куда бы ни отправилась. У Светланы тоже. У меня тоже есть монетка. Вы сегодня с Татьяной, с монетками. И счастье в новом 2020, как я люблю, в 2020 году нас ожидает. У нас Новый год же скоро. Конечно. Хотелось бы пожелать всем счастья, здоровья, радости, конечно, улыбок, чтобы дети слушались, чтобы родители не болели, чтобы все было хорошо. Ну и сказка присутствовала всегда. Итак, у нас сегодня была программа «Тема дня». Она будет снова и снова и снова на канале Тверской проспект Регион, на радио Монте-Карло. Ну а мы со Светланой Никифоровой вернемся к вам с монетками на счастье. Возьмем их с собой через неделю. Игорь Бобрик, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, Игорь. Вам спасибо, что пригласили. Готов рассказывать и про клинику, и про базу отдыха Кавай, и фестиваль сказок, и загородный комплекс «Медовая горка». Мы вас ждем с удовольствием. Спасибо. С наступающим. Спасибо, с наступающим.